Всем привет! Сегодня я готовлю салат хризантема. Это салат на основе копченой грудки. Такой вариант салата украсит любой праздничный стол и составит достойную конкуренцию всем известным салатам, таким как оливье, мимоза или сельдь под шубой. Оставайтесь на моем канале и давайте готовить его вместе. Для начала я отделяю белки от желтков. Следом я нарезаю белки на тонкие лепестки, они потребуются для украшения салата. Далее я натираю желтки на мелкой терке. Затем я натираю две свеклы на мелкой терке, добавляю к ней 3 зубчика чеснока, немного соли и 1 столовую ложку растительного масла. Все перемешиваю. Приступаю к сборке салата. Ставлю разъемную форму на большое плоское блюдо и выкладываю 300 грамм куриного филе, порезанного кубиком. Равномерно распределяю курицу ложкой и промазываю ее тонким слоем майонеза, который предварительно переложила в кондитерский мешок для удобства нанесения. Следующим слоем я выкладываю отварной мелко натертый картофель. Распределяю его вилкой и снова промазываю майонезом. Далее я высыпаю на картофель половину натертых желтков и снова смазываю их майонезом. Точное количество ингредиентов, которые я использую для приготовления салата хризантема, я оставлю в описании под этим видеороликом. Следом на желтки я выкладываю соленые огурчики, порезанные кубиком, а на них выкладываю натертую морковь. Распределяю ее вилкой и снова смазываю этот слой майонезом. Завершающим слоем я выкладываю заранее смешанную свеклу с чесноком и равномерно распределяю ее вилкой. Этот слой майонезом я не смазываю. Сейчас я приступаю к украшению салата. На салат я выкладываю цветок из лепестков яичного белка. Сначала я выкладываю лепестки подлиннее, а после дополняю их более короткими лепестками. В середину цветка я высыпаю два оставшихся натертых желтка. Затем я добавляю к хризантеме листики петрушки, чтобы придать ей окончательный вид. Салат готов! Я отделяю его от края формы при помощи ножа и медленно снимаю кольцо. Мой муж очень любит салат сельдь под шубой и ничуть не меньше ему понравился салат хризантема, похожий по своему вкусу на шубу благодаря свекле, моркови и картофелю. Я часто готовлю этот салат и каждый раз он получается удачным и по вкусу ничуть не уступает классическим салатам. Попробуйте приготовить салат хризантема и делитесь своим мнением в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видеоролики. Желаю вам приятного аппетита! Пока-пока!